Дорогая молодежь, мы прочитаем с вами Ефесянам вторую главу с четвертого стиха. Бог богат и милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям. Оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей. В благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. И это не от вас Божий дар. Нет дел, чтобы никто не хвалился. Божья благодать Харис с оригинала – это милость, расположение, благосклонность, милосердие Бога, его подарок, благодитель, благость, добрая воля Бога или просто доброта. Почему Бог дает мне дар спасения через веру? И что или к чему обязывает меня этот дар? Я хочу поговорить с вами о нескольких выражениях его благодати, чтобы вы более глубоко могли понять, насколько мы зависимы во всем от доброты нашего Бога. Прежде всего мы говорим о общей или всем доступной милости и благодати Божьей. Это поддерживающая жизнь на земле милость Божья. Когда апостол Павел был в Афинах и проходил через город, осматривая все капища, святыни, идолов, которым поклонялись греки, он возмутился в духе. И когда его пригласили изъяснить суть его учения, он сказал им следующее. «Бог, сотворивший мир, и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет, то есть не в ваших капищах, и не требует служения рук человеческих, вы ничего не можете дать Богу. Его невозможно умилостивить. Он сам дает всему жизнь, написано, и дыхание, и все необходимое. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога». Бог все содержит своим словом, делает жизнь на земле возможной с одной целью, дабы человек искал Его. Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. Мы им живем и движемся, и существуем. Мы дышим. В клетках наших происходят миллиарды химических процессов только потому, что Бог позволяет нам жить. мы настолько зависимы от Бога, и каждый человек, верующий Он или атеист, он переживает доброту нашего Творца. Мы им живем, мы им движемся и им существуем. никакие жертвы, никакие действия, никакие построенные храмы не могут у милости и видеть Бога. Он дает спасение в подарок. Как бы ты ни пытался заработать хоть часть спасения или отплатить хоть часть спасения, это нереально. спасение целиком дело Бога. А тебя требуется только принять это верой, не отказаться от этого. В руке Бога и Дух наш, написано Ио 12, 10, в Его руке душа всего живущего и Дух всякой человеческой плоти. Я стою каждый день, еще сердце бьется, еще я вижу, еще я слышу. Друзья, это благодать Божья для всего мира. Матфея 5, 44 стиха, Иисус говорит, почему мы должны любить врагов наших и молиться за обижающих нас. Вы помните причину? Он говорит, потому что Отец Мой посылает дождь на кого? И на праведных, и на неправедных. И Солнце восходит и над злыми, и над добрыми людьми. Он говорит, если Мой Отец доброту показывает всему миру и даже своим врагам, поэтому и ты молись и люби своих врагов. Вот она милость и доброта Бога, которая видна в творении. Нам нужно просто открыть глаза. Псалтир 32,5 «Милости Господней полна земля». Просто посмотри внимательно, и ты увидишь доброту Отца Небесного. Псалтир 35, 6 стиха. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя как горы Божьи, и судьбы Твои бездна великая, людей и животных хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Божия, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщается тука Дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их, ибо у Тебя источник жизни». Бог дает дыхание и жизнь и насыщает все живущее на земле. Человек живет и даже не задумывается, что Он живет в мире, созданном Богом. Это не наш мир. Бог создал его и сделал все для того, чтобы жизнь была возможна здесь. Мы наслаждаемся творением и очень часто не ищем его. Но именно для этого Он поставил этих немых свидетелей вокруг нас, чтобы искали его, не ощутят ли его, хотя он и недалеко от каждого человека на земле. То есть, смотря на то, что Бог создал, это должно быть достаточно, чтобы человек начал искать Творца Вселенной. Понимая, что Бог все создал и не благодарить его за это. Она приводит к гневу Божьему. Смотрите, что написано временно в первой главе с 18 стиха, «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправедность людей, то есть, на грехи людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге? И явно для них, то есть, открыто, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны». Что это значит? Друзья, если вы живете в Богом созданном мире, но Его не ищите, но вы видите горы, вы видите леса и поля, вы видите море, вы видите всю землю, которую Он создал, небо и звезды, этого достаточно, говорит Бог, чтобы осудить вас. Я поставил все для одной причины, чтобы каждый человек искал Меня. поэтому на суде ни один человек не будет иметь оправдания. Природу видели все. Ты отказываешься искать Его? Гнев Божий открывается с неба на таких людей. Но как они, познав Бога, не прославили, не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, написано, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. То есть они пустились еще дальше во тьму греха. Человек знает, что Бог Творец. Нужно начать искать Его, личных отношений с Ним, но Он не хочет этого. Если Бог нас оставляет, друзья, то у нас нет надежды. Пусть лучше совесть грызет, пусть лучше у меня нет покоя, но я знаю, что Господь меня не оставляет. Что происходит, когда Бог забирает свою милость земли? Происходит то, что произошло во время потопа. Он говорит одной семье, Он говорит Ною, построй ковчег, ты спасешь все семья твоя, а все остальное будет уничтожено. Это суд. Люди не хотели искать Бога. Но если сейчас нет потопа, и Писание говорит, не может быть больше, слава Богу, вы скажете, что потоп за нами, а не впереди нас. Вы знаете, что землю ждет впереди нас? Наверное, вы читали Писание? Земля и все дела на ней сгорят. Вот этот большущий корабль, на котором мы с вами свидетель милости, доброты, благодати Божьей, он сгорит. Вот что происходит, когда Бог отнимает свою милость. Написано, силы небесные поколеблются. Солнце померкнет, луна не даст света, звезды спадут с неба. Земля и все дела на ней сгорят. Бог отнял милость второй раз от земли. И будет хуже, чем в первый раз. В первый раз хоть восемь человек спаслись, а здесь вся земля будет уничтожена. Она сгорит. Нынешние небеса написано, и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Придет же день, Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут. Стихии же, разгоревшись, или элементы же, разгоревшись, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Тогда Бог отнимет свою милость от этой земли. Что делали люди до потопа? Писание нам говорит очень просто. Они ели, они пились, они веселились, они строили, они женились, они грешили и не думали. И так же будет снова. Почему Господь медлит почему Ему завтра не навести порядок здесь на земле? И ответ нам дает и Ветхий Завет, и Новый Завет. Исайя 30 глава с 18 стиха «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами, ибо Господь есть Бог правды, Он любит миловать». 2 Петра 3,9 подобное место. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, покаяние, долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот почему Бог медлит разрушать это Его милость. Пока мы живем, и пока все законы на земле, которые Бог установил, действуют, это благодать. Когда законы перестанут действовать, Бог отнял свою милость. То есть, пока мы живем на земле, и дышим нормально, и встаем, и все функционирует, как Бог задумал это, мы наслаждаемся добротой нашего Бога. Но когда-то Он будет судить мир. Общая, всем доступная благодать, и неверующим, как я сказал, и верующим, она приводит к познанию Творца. Так что люди не имеют оправдания на суде перед Богом, потому что не искали Его. Но познание Творца без личных отношений с Ним, она побуждает нас к поиску встречи с благодетелем. Мы понимаем, что кто-то создал все это. Это не случайность. И это в нас возбуждает интерес и желание встретиться с тем, кто создал небо и землю. Если вы любите картины ходили в музеи, изучали творчество Рембрандта, Грюлова, Айвазовского, Репина, Левитана, Шишкина, любого из художников. Дорогие мои, вам не нужно подходить к картине и читать, кто же ее написал. Вы знаете, по стилю, по штрихам, по тонам красок. Вы знаете это. Айвазовский, Шишкин, сто процентов. Вы просто это знаете. Почему? Потому что вы изучали творчество его. Да, лично вы с ними не знакомы, но вы знаете автора. то же самое происходит с музыкой. Я сам музыкант. Я могу не знать произведения, но спутать Шопена с Бахом невозможно. Но это нереально. Почему? Ну, колорит Шопена, его ритмы, его штрихи, ну, просто нереально. И ты говоришь, это Шопен. Ну, да, ты угадал. Да не угадал я, я просто знаю. То же самое Писание говорит, посмотри на горы, посмотри на животный мир, на мир птиц, мир рыб, посмотри на человека, на то, как он создан. И скажи, это творец, это мой Бог. И начни его искать. Друзья, в чем благая весть? Бог ищет личных отношений с каждым из нас. Он хочет быть нашим отцом, а не просто нашим творцом. Он хочет отношений, как отца и ребенка с нами. Немногие говорят, мы все дети Божьи. Нет, нет, мы все творения Божьи. Но детьми Божьими становимся, только приняв жертву Иисуса Христа. Общая всем доступная милость и благодать Божья не делает нас детьми Его. она только побуждает нас искать Бога. Поэтому общей благодати недостаточно, чтобы наследовать жизнь вечную. Нам нужна личная встреча с Искупителем. Богословие называется «previngen grace» или «предшествующая благодать», или «благодать», которая ведет нас к спасению, к спасительной благодати, которая спасает. Предшествующая благодать – это божественная милость и доброта, действующая на волю человека до его обращения к Богу. Я думаю, что многие из вас смогут сказать «вот здесь, здесь и здесь я видел прикосновение руки Божьей в моей жизни». Это милость и водительство Бога, которое нас ведет к спасению. Это воздействие Духа Святого на нас, на нашу совесть, чтобы привести нас к покаянию. Римлянам 2, 4 написано, что благость или доброта Божья, она ведет тебя. К чему она ведет тебя? К покаянию, ко Христу она ведет тебя. Вот ты переживаешь в течение своей жизни определенную доброту Бога, где Бог уже не просто немыми своими свидетелями говорит к нашей совести, а лично ко мне прикасается, чтобы я с Ним встретился. Это Его водительство, это Его провидение, Его вмешательство, Его рука, которая незримо меня ведет. И я знаю, там Господь меня сохранил, я знаю, там Он меня провел, это Он сделал, это не случайность моей жизни. Мне было, наверное, лет десять, когда мама моя заболела. мы не знали, что с ней. Она корчилась на кровати. Отец работал вахтовым методом, его не было дома, он на две недели улетал. Мы вдвоем, я и старший брат, ему на лет двенадцать было, мне лет десять. Она пошла в больницу, там ничего не нашли, она пришла обратно домой и снова корчится от боли. моему брату лет двенадцать, у него внутренний голос, иди домой. Он приходит домой, мама лежит на полу, бросил школу общеобразовательную, просто пошел домой. Он как-то с ней до ближайшей поликлиники дошел, там вызывают скорую, ее ложат на операционный стол, долго не делают операцию. Наконец-то решили, не знаю, каким методом тыка, это аппендицит. И вырезали аппендицит. И в момент операции, и скажите мне, что это неблагодать, в момент операции разрывается желчный пузырь, и желчь течет. И врачи поняли, что с аппендицитом не было проблем, а проблема была с желчным. И здесь же промывают ее органы и удаляют еще и желчный пузырь. А дальше еще одна благодать. У нее начинается гангрена внутренних органов. Вы знаете, что такое гангрена? Это органы, клетки отмирают. Люди не выживают. Двоюродный брат приезжает к нам, потому что мы маленькие домой, и говорит, мама ваша вот в эту ночь умрет. Вы встали на колени. Я помолился. Я как-то до конца не понимал, что это значит мама умрет. А мой брат, Господи, дай нам маму. верни ее. Двоюродный брат был старше нас. Он посадил нас в машину, и мы поехали в госпиталь. Нам показали через окно, где она лежит. Она лежала мертвая, желтая совершенно, без дыхания. мертвая. И она потом мне говорит, вели, говорит, я оставила свое тело. Ты не знаешь, как мне было хорошо, но мне кто-то дал повеление вернуться. А я думаю, это молитва моего брата. Это благодать, которую Бог дает нам пережить. Для чего? Чтобы рано или поздно мы со Христом встретились. вот это мы называем предшествующий или ведущий тебя ко спасению милости Божьей. Ты что-то переживаешь с Богом. Он лично в твою жизнь вмешивается. Чудо ли это? Исцеление ли это? Не играет никакой роли. Но Бог показывает свою заинтересованность прямо в тебе. А обстоятельства жизни иногда это незаслуженное счастье, благословение, охрана. И мы понимаем, что это благодать, это Бог касается лично меня. Один из моих друзей рассказывал мне свою историю, как он пришел к Богу. Он говорит, мы ехали со свадьбы, четыре брата еще в России, Жигули, набитая аппаратурой, мы едем ночью, говорит он. И встречное лобовое столкновение, выезжает прямо на их полосу грузовик. Давайте вы послушайте, они под грузовиком проехали, то есть он через них проехал, и через задний мост они выехали там. Я видел фотографию вот этой машины Жигули, вот все, что выше двери нету больше, но снесло. Четыре брата, машина набита, мать за несколько минут до этого спит дома, и ее Дух Святой будет и говорит молись твои дети в опасности. Она становится на колени, не понимая, что происходит и молится. Три брата встают, после этой аварии, как ни в чем не бывало. Он говорит, а меня положили на асфальт, я был без сознания. Они стали кричать Богу, Господи, спаси нашего брата. Он говорит, и я открываю глаза. Так Бог меня привел к себе. Когда машину привезли домой, соседи пришли и сказали, когда у вас похороны? Они сказали, у нас никто не умер. Они сказали, быть не может. Нет, нет, у нас никто не умер. Все живы. Это Божья охрана. Бог не хочет твоей вечной погибели, и поэтому Он ведет тебя к Иисусу Христу. Страдания, переживания, болезни, что бы это ни было, да будет благословенно то горе, которое привело меня к тебе, сказал один из русских писателей. Бог использует все, все обстоятельства жизни, чтобы наконец-то наш взор обратить на Него и на Спасителя Иисуса Христа. Очень интересное свидетельство описывает Том Дойл в своей книге Dreams and Visions. Если вы не читали эту книгу, прочитайте ее, вы будете плакать и радоваться. что Бог работает в мире. Одного верующего христианина ночью кто-то будет. Он не сильно оповещал в Египте, что он христианин, потому что за ними постоянно следили и постоянно была угроза жизни. И он видит, что на него наставлен пистолет. Ему приказывают встать и идти. Он понимает, что это последнее минуты его жизни. Он идет. Его введут куда-то в старый город. Он добирается куда-то на крышу. Ему приказывают перепрыгнуть на другое здание. Он это делает. Приказывают по лестнице подняться на чердак. Он это делает. Приказывают открыть чердак. И когда он открывает, он увидел там десять имамов. Это священнослужители в исламе. Все сидят и все улыбаются. Он сперва не понял, что такое меня сейчас казнить будут. Они ему не бойся. Мы не знали, как тебе сюда привезти, как только под дулом пистолета. Ты бы не пришел. И один за другим они говорят, когда я учился в университете, мне явился Иисус. Я не знаю, что дальше делать. Второй, мне тоже Иисус явился. Что мне делать теперь? Третий, четвертый, пятый, десятый, все сказали, нам явился Иисус, мы нашли друг друга, и нам сейчас нужен кто-то, кто нас поведет дальше. Ты можешь нам объяснить Евангелие? Это ведущая благодать Божья. Даже таким методом Бог ведет человека, чтобы привести его к Иисусу Христу. Бог лично заинтересован и дает человеку пережить милость. Но если мы переживаем милость Бога, но не идем ко Христу, то благодать его для нас была напрасна и тщетна. Да, мы ее пережили. Да, мы живем в мире, который свидетельствует о доброте Отца. Может быть, лично Господь касался нас. Но если мы не вернемся к Отцу, мы будем похожи на тех прокаженных. Их всех Господь исцелил. Всех. Один только вернулся. Один вернулся к Богу, который исцелил его. Один пришел к вере. Девять не пришли к вере. Друзья мои, может быть, вы переживали физическое исцеление, ведь это миллион людей переживают. Но вопрос, что дальше? Вернулись ли вы? Склонились ли вы на колени перед Христом? Приняли ли вы Его как вашего Искупителя или нет? Об этом идет вопрос. Нужда нас ведет к встрече со Христом, но нужда физическая, бытовая используется Богом, чтобы показать нам наше духовное банкротство. Мы нуждаемся в прощении грехов наших. бескуплений всего нашего естества. Речь идет не о временном улучшении нашей жизни, но о нашей вечной жизни. И для этого, чтобы наследовать жизнь вечную, нам нужно пережить спасительную благодать Божью. Бог дает нам пережить возрождение и личную встречу с Ним. Как это происходит? Бог прежде всего открывается в Своем Слове. Люди могут читать Евангелие или слышать Евангелие. И тогда Господь через Слово Своё касается человека. Смотрите, что написано, что Слово Твое светильник ноге моей и свет стези моей. только Слово Господне освещает всю нашу внутреннюю ситуацию и указывает, что нам делать дальше. И люди реально могут прийти к Богу. И как только мы начинаем Его искать, написано ищущим Его, Бог воздаёт. Если я ищу Бога, и Он ищет меня, я вам даю стопроцентную гарантию, вы встретитесь с Ним. Исключения ещё не было. В Деянии апостолах в восьмой главе описан случай спасительной благодати явных начальник всех сокровищ царицы Ефиопской. Сегодня это был бы министр финансов. Большой человек, богатый человек. Он, видимо, ездил в Иерусалим время от времени на поклонение. Где он достал копию Священного Писания, мы не знаем, но она у него была. И вот он ехал из Иерусалима в сторону Газы, в сторону Средиземного моря. И Господь посылает ему навстречу своего ученика Филиппа. Конкретные указания даёт. Тот подошёл к колеснице, услышал, что Евнов читает пророка Исаию 53 главу, спрашивает его, ты понимаешь? Он говорит, нет, о ком это, поясни мне. И Филипп начинает ему благовествовать об Иисусе Христе, о спасении, о прощении грехов. До него враз дошло, и Дух Святой коснулся его, и он принимает здесь же веру Иисуса Христа. Вот она, спасительная благодать Божья. Вот этой благодатью, этой добротой Бога вы спасены. Ничего нельзя добавить к этому. Это заработал Христос на кресте, но вот этой благодатью вы получаете спасение, личную встречу со Христом, прощение всех ваших грехов и жизнь вечную. Этого момента Бог ждёт. чтобы мы пришли к Нему и приняли Его Сына. Бог открывается также в церкви. Почему? Потому что здесь тоже Слово проповедуется. Вы помните место из Писания, где двое или трое собраны во имя Моё? Там и Я посреди них. Сколько нас здесь? Побольше, чем трое. Друзья, Господь здесь. Он присутствует Духом Святым здесь, в этом месте, в этом зале. Он рядом с вами. И Он вполне возможно говорит с вами. Поэтому мы молимся, чтобы Бог Духом Святым присутствовал здесь. Только Его Слово может нас возродить и дать нам новую жизнь. Написано, что мы возрождены не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Корнилий человек праведный, человек молящийся и постящийся, человек искавший Бога. Хотя был сотником римской армии, он не был евреем. Господь посылает ему ангела. И знаете, что ему ангел говорит? Ну хорошо, раз только постишься и молишься, значит я тебя заберу просто в свое царство. Он говорит, Бог вспомнил о том, что ты творишь милостом. Он услышал твои молитвы. А дальше что? Иди призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которыми ты спасешься. Вот она спасительная благодать. Да, ты искал Бога, ты молился, ты постился, ты благотворил людям, старался жить даже правильно, но ты не заработал спасение. Не одел, чтобы никто не хвалился. Спасительная благодать дается в подарок. Повери. Поверишь, Бог даст тебе прощение грехов. Духа святого и жизнь вечную. Спасительная благодать и Дух Святой и Дух Любви прикасается к нашему сердцу. И от нас ждет Бог простой веры, доверия Ему, что спасение во Христе совершилось. И принимая Христа и Его дело на кресте верою, мы получаем вечную жизнь и становимся детьми Бога. Итак, Писание говорит, благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Вы не заслужили это. Это Божий дар. Нет дел, чтобы никто не хвалился. Мы все грешные, и Бог всем дает спасение в подарок. Если мы нищими не придем к Богу, то и подарка этого не получим. Итак, заработать спасение, мы сказали, невозможно. Павел пишет в другом месте, Галатам 2,16, узнав, что человек оправдывается не делами, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона, то есть исполняя заповеди Божьи, не оправдается никакая плоть. Ты не достигнешь стандарта праведности Божьей. Тебе нужно прощение всех Твоих грехов. Желая заработать спасение, мы недалеко ушли от язычества. Все старания заслужить милость Бога говорят о том, что мы не поняли Евангелия. Мы не можем заслужить милость Божью, она просто оказывается нам. Почему? Потому что Бог нас любит. и поэтому благодатью вы спасены, добротой Бога вы спасены через веру. Просто доверься тому, что Бог тебе предлагает в Иисусе Христе и получишь жизнь вечную. У милости ведь Бога может только жертва Его Сына. Он Агнец Божий, который взял на себя грех мира. Друзья мои, в жизни этого человека зовут его Дмитрий Миняков. Мы видим все. Мы видим и предшествующую, то есть ведущую благодать и спасительную благодать Божью. Он вырос в абсолютно неверующей семье. 41-й год он призвался на фронт. Германия напала на Советский Союз. Его часть захватили и он попадает в плен. Но военнопленных настолько много, десятки тысяч, что еды нет в лагере. И он говорит, что люди, солдаты, пленные один за другим умирали с голоду. Там был барак, куда всех мертвых забирали и складывали, а потом их в общих могилах хоронили. И говорит, и я точно так же с голоду падаю в обморок. И когда я пришел в себя и слева-справа потрогал, я понял, где я нахожусь. Я стал выкарабкиваться с этого барака. И когда я открыл дверь, а там, видимо, охранник, он берет пистолет и наставляет на меня и нажимает курок. осечка. Нажимает еще раз курок. Еще одна осечка. Он что-то на немецком пробормотал. Я стал меня в покое, я пошел дальше. Это доброта Бога. Это его милость вот к этому человеку. Освободили их, или он убежал с пленой, я не помню точно. Но он попадает к своим. Если вы изучали историю, вы знаете, что советское правительство делало с военнопленными. Всех военнопленных приговорили к расстрелу. И вот он говорит, нас выстроили и группами по 10 человек расстреливают. И вот последняя группа, последняя десятка перед моей. И потом меня должны расстрелять, говорит он. Какой-то офицер подъехал на мотоцикле, показал какое-то постановление тем, которые расстреливали. И они объявили, расстрел заменяют на 25 лет лишения свободы. Снова Бог ему сохранил жизнь. 53-й год, насколько я знаю, Сталин умирает, амнистия его освобождают. Но что произошло? В тюрьме он встречается с братьями, с верующими, кается и принимает Иисуса Христа. Бог его вел, Бог хранил его, оберегал его, давал ему милость свою и теперь спас его. Друзья мои, вы чувствовали когда-нибудь прикосновения или водительство Божье в своей жизни? Если да, и вы еще не спасены, то милость Божья, благость его написана, ведет тебя к покаянию. Бог не хочет, чтобы кто погиб, но чтобы все люди пришли к познанию истины. Бог хочет возродить нас, дать нам своего Духа по милости своей и сделать нас детьми своими. Вопрос, мы готовы принять это верою? Если да, то сегодня для этого будет время. Благодатью вы спасены через веру. И это не от вас. Нет дел, чтобы никто не хвалился. Это Божий подарок. Вы готовы его принять верою? Если да, то бегите к Иисусу Христу. Кайтесь и не бойтесь каяться и принимайте его жертву. Он даст вам Духа Святого и жизнь вечную пусть он вас благословит. Аминь.